твой реплеечек хоп загружаем обновить стрим тебя задержка будет меньше задержка должна быть 8 секунд может из этом просто супер классная качество поэтому тебя долго загружается там на медиуме можешь спокойно смотреть к 11 минутам быстро все ускорим то есть можно качество пониже поставить да и типа задержка меньше будет ну я думаю если у тебя подгрузка идет или слишком долго загружаются рекламу не реклама фигня не знаю сейчас сейчас скажу сейчас пройдет рекламу скажем какой минуте секунды точно у меня сейчас тут плохо видно я так не скажу ладно не суть ладно давай с как но приплея просто бы что мне ошибка выдаст 1108 погнали вот все смотрим а да там же ты в корсе даст маука я меняю час да да я почему сейчас так сказать вернулся на него потому что жена ему там сколько я знаю ешку сделают что у него будет ли может по проценту еще изменяющим что ну и просто так чем макаем как бы в лесу я сейчас просто решил учиться на макая сесть и либо топа либо лес огня что попадется просто классный персонаж в свое время тоже много на нем играл так ты бы как все супер у тебя 700 золота что мы покупаем ты думаешь что купить 2 кой зачем тебе так поздно второе кольцо зачем сейчас кольцо купил я уж не помню да не надо тут кольцо покупать тут тоже должен собирать sunfire до конца там я по моему докупил это второе кольцо и при следующем бэки мне как раз по моему 400 не хватило до кольца ой до кольца чем беру до sunfire а это по цене ты бишь на то все верно ой ты еще из-за того что мальфит сглупил и ты допушил линию до конца видишь когда ты допушил линию до конца и твоя следующая пачка миньонов опять дошла до таура то твои миньоны начали разбивать давайте это покажу твои миньоны начали разбиваться об его вышку и да вот вот это происходит и вот ты очень хорошо поставил для себя линию потому что сейчас линия начнет пушиться в свою сторону и мальфит очень сильно просит проседает по опыту и по фарму а ты в это время наоборот выйдешь плюс то есть это вот и у тебя получился идеальный бэк потому что ты там потерял двух или трех миньонов вот мы сейчас посмотрим а мальфит там потерял просто уже миньонов 15 наверно 1 мин а ты вообще 1 миньона такой потерял ты потерял ну а ты потерял 2 миньонов и экспириенс только с одного это все хорошо было даже очень и дальше сейчас чатик начал читать ребят если что у меня еще на мака есть скины так что нет не получил скин начал играть мы и не цвет не за этого на ботику это house происходит это их вина там нормально там джинкс уже 6 киллов ну там да у нас там джинкс а вот очень хорошо отыграл я не все хорошо ты все правильно желаешь ты пушишь 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 может даже первую вышку еще заберешь вот как это еще можно позиционирование как что в игре в вообще в плане на топе делать когда надо пушить там когда отойти вот это какой-нибудь там видосик или советик в конце окей есть ну ты блин ты можешь пушить но давай давай в конце об этом поговорим тут тяжело как-то так объяснить это зависит разных ситуаций там наверно есть 30 разных вариантов что когда я почему делать тут я по моему турку лишь у первые забрать и потому что видел что на карте на ты забрали это воду красного не уверен посмотришь этом на боте было а вот то что красный баф я забрал это нормально я смотрю и пытаюсь это понять малфит 15 секунд мертв джарван только сейчас бэкается на базу слуха поэт и об этом знал мы впадет скорее всего на бот люкса пойдет также на бот люкса саппорт ты не допустил еще одну линию вот следующая линия которая пришла вот миньоны смотри совет тебе дам я не знаю знаешь ли ты про него и нет ты по своей линии когда идут миньоны ты можешь понять где идут меня на по вражеской линии окей то есть ты знаешь что вот эти вот вот эти вот меня на которые идут напросто тебя они не дойдут до вышки они ударятся миньонов и ты должен идти сейчас не на красный баф тысяч должен идти или они ударились над один ударился второй ударился нет нет не дошли до конца пачка не дошла и тебе надо было допушить допушить вот эту вот пачку быстренько то есть кинуть там кинуть е в рейнджовых крипов дать кушку по 6 крипам одновременно рейнджовые сразу мьют умрут автоатаками добить милишник и уходить потому что у тебя есть время у тебя была информация что малфит не не успеет прийти блин я чё-то уж не помню почему я красный вот тут обязательно надо допустить пачку лучше всегда вот если еще в дальнейшем такие ситуации будут складываться то лучше запушить линию игра есть ты знаешь что тебя не накажут да лучше запушить линию и уйти даже не надо есть брать красный баф ну или что-то такое вот тут ты должен был бакнуться или ты хочешь копить на по золоту у тебя сам фар уже есть если ошибаюсь сам файр 1700 вроде стоит с этого давайте сам фарисера а почему-то остался это был мой мальфита убил возможно ногтем живоном вот короче вне зависимости от этого ты должен был бэкнуться да конечно после красного после красного все отошел вот этот от забрал красный поезду растения и бэкнулся отсюда ну от герольда мальфит не успеет у тебя вот смотри где мальфит запушивает мы видим где мальфит запушивает и мы видим здесь твоя пачка и мы знаем что у тебя есть время пока мальфит запушит эту пачку следующую то есть это должен бэкнуться и возвращаться это максимум потеряешь 1 миньона а ты 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 жадничаешь у тебя есть уже у тебя 1700 золота у тебя санфайр на базе и тебе ну тебе надо бэкнуться и просто эти доминировать линию а ты сейчас решаешь без мана понятно что у тебя есть два кольца но ты все равно решаешь без мана хоть с красным бафом идти и все ну как бы задавить прям ты сейчас не можешь а пришел бы то есть у тебя план я тебе расскажу сейчас какой у тебя должен быть план в целом ты сейчас выиграл топ очень сильно ты в десятки раз сильнее мальфита ты сейчас должен был бэкнуться потом возвращаешься на линию отпушиваешь допушиваешь ты можешь а пока пушит мальфита и проблема в том что если не ошибаюсь то джерман с мальфитом тебя даже не смогут убить через 2 1 2 ну 2 в 1 пусть очень афишный ты должен запушивать линию и и у тебя есть два варианта или ты воротишь вражеский лес возвращаешься на линию пушишь или ты давишь на мид-лейн я бы на твоем месте давил бы на мид-лейн я постарался бы запушивать вот тут линию и отсюда просто вардить вражеские кемпы по ситуации так красный ты забрал то надо вардить рапторов и големов и каждый раз когда запушиваешь идти на мид-лейн о кали не так много вывклеера у тебя есть слэш и вы и с джейсом можете спокойно убить окали так она full ап и пытаться забрать вышку то есть ты сейчас должен понять как свое преимущество можно реализовать по карте топпер обычно свое преимущество реализовывают это как раз таки когда забираешь т1 вышку это идешь просто на мид-лейн и вардишь вражеский лес то есть ты даешь всей своей команде информацию по вражескому леснику когда он в красном лесу и помогаешь джейсу убить мид-лейн и забрать tower и в приоритете у вас стоит не убить мид-лейн а именно забрать tower то есть если окали допустим знает вот если допустим них есть вард но варда у них нет и она знает что ты идешь то вы вы просто начинаете жизнь выбить вышку и на топ-лайн ты должен возвращаться тогда когда молка и малфит уже обратно запушил линию тебе надо ловить пачку это я не знаю как ты сейчас будешь играть мы сейчас посмотрим но это вот это вот что ты должен делать каждую игру когда ты забираешь первым т1 вышка на верхней линии а у тебя есть я не знаю там может скрин какой-нибудь или опять же видосик как правильно вражеский лес там заварить что-то ну по дуцаре видосиков нету желательно варить стараться вардить всегда лесные компы может даже купить пинг-кварт и поставить его где-то там в каком-нибудь кусту нет нет такого в конце тогда после этого сам совете какой-нибудь сможет дать блин да да а сколько мы времени уже у нас вообще эти так расскажу у нас вообще урок рассчитывать обычно на час просто так все закрываешь ну да но блин я не хочу пропускать не все без проблем как бы час час эти эти скину профессиональную игру я тебе покажу момент что же про что именно эти рассказывал вот видишь вот сейчас у тебя ты пока почет приседаешь и мануется нету хоть ноктюрн здесь и есть он тебе помогает но ты не можешь допустим 11 сильно давить потому что не бэк носа во время ой как у вас тут все плохо вышло до грустно с тебя еще все даун забрали все потому что не бэк носа видишь потому что ты просил по майне у тебя мало маны и молфите опережает по здоровью и 2 на 2 вы проиграли из-за этого алт был бы ты фулл хп и бэк носа и был бы с анфаером в 1 и 2 вы никогда в жизни тут не проиграли и ноктюрн тоже тут красава да я повторю вообще что он сделал ноктюрн ультует а он шилд он шилд не поюзал на ультимейт малфита поюзал бы ноктюрн шилд может бы убили не надо было бэкнется я понял все нет нет смысла обсуждать погнали дальше у тебя есть телепорт 25 секунд до ресса джерман пытается забрать т1 окей а ее и коляску пропустил пропустил колясочку репорт смотри в плане фарма ой это нас твой в плане фарма мой тебе совет ставь себе вот пиши на блокнотик когда ты играешь салаку какая у тебя цель сколько ты хочешь зафармить за за и на кой минуте вот допустим поставьте цель хочу там 130 крипов на 15 или там хочу 90 крипов на 10 или там просто ставь себе цели чтобы ты фокусировался вот поставьте задачу на 10 салаку играешь просто я сильно работаю над над крипами я тебе очень поможет это для всех касается для всех ролей вообще для всех зрителей цели перед собой стать это очень важно вот ты запущу сейчас что ты должен делать за это идет на она запускается сейчас должен запушить и пойти и пойти и на медлайн адрес должен был бэкнется посмотри что ты сейчас будешь делать ты запущу ваешь ты позже дальше окей джейс лоха п ты позже дальше у тебя нету телепорта они разбираются там без тебя ладно ты пушишь принципе вышло хорошо мог нить не вышло нормально тут все хорошо ты делаешь не надо было бэкаться и ставить и если твоя команда не делает фигню она фигню не делала и разобрались без тебя то все окей тут должен запушить линию вот тут на на 18 вначале запушь линию опять и только потом забирай забирай кемпы и мы пришли к выводу с командой что если ты играешь на танке то тебе всегда профитнее что-то сделать на карте чем забирать големов потому что забираешь големов очень долго обычно но малка и забирая достаточно быстро в принципе но практически в любой ситуации тебе полезнее бэкнуться чем забирать големов за танка и тут должен должен конечно запушить линию начали там вроде люкса пришла но что это люкса саппорт что он здесь делает нет я в плане того как я запущусь она крипов на всех моих поубивала нет ты сейчас ты сейчас просто вот на люкса пришла ты уходишь ты кинул ей ешку все ты вот ну на 18.02 ты не должен ты не должен брать големов ты малфит мертв жерман мертв ты идешь идешь забираешь миньонов я тебе больше скажу если ты можешь даже допушить линию до конца эти вышку бить если люкса умная то она подойдет тебе я не знаю да ты 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 должен забирать вышку она для люкса ничего не может сделать и не надо было идти на голема не забираешь забираешь миньонов и идешь вышку бить и если люкса прям я посмотри у люксы 800 хп у нее и правда экзост там вот-вот откатится но ты ты просто не агришь ты не идешь ее он если она захочет и уверен что она там фейкеры может там тебя под вышку убить она может подойти к себе в миле чтобы ты нанес ее урон сам фаером и и тогда ну вышка согрится на тебя но мне кажется ты ее просто убьешь то есть тут ешка ультимейт вышка кушка 2 авто атаки она умирает давай посмотрим у нее сколько мы же кризисто несу раз вам или кризисто а там сколько урона посесть но она где 30 процентов урона режет у тебя сейчас кушка бьет ну грубо говоря 250 свешки начнешь да ну full проказ плюс авто атака или 2 возможно даже авто атака с анфаером она умрет она не может даже дефать вышку она не может дать вышку против себя и она не фейкер вот мне в части подсказывают что 06 люкса фейкер поэтому тут спокойно забираешь вышку под ней то есть надо было все-таки оставаться конечно 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 в нее играть а потом конечно уж если если она наглеет и подходит на рейство и w ты играешь по ней в другой ситуации ты запущу в начале миньонов и забираешь вышку спокойно 1500 спирт визаж будет доткнулся спирт визаж взял молодец и одно пинг варда в этой игре не купил телепорт у теме ты возвращаешься на топки тянем-тянем идем на на мид с мышкой вот в этот вот сейчас ты все правильно сделал запущу тут надо отойти а его его сейчас тут тут ты делал все хорошо мне понравилось я посмотрю может было лучше сделать я думаю ты в начале все-таки мог запушить на что я думаю я чесить за килом бессмысленно я думаю тут в любой ситуации лучше отпустить его идти запушивать пачку это ты вот про сейчас на что-то мы с мальфитом я думаю это в любой этот килл тебе ничего не даст если ты пушишь линию ты выигрываешь по скорости ты его запущу ваешь и смысл в том что если запущу шли не во первых ты даже под мальфита можете забрать вышку во вторых если ты запущу шли не а когда ты забрал ты один и ты можешь его пушить достаточно просто сделать замок а то в то время пока он подбирает фарм ты можешь ходить помогать команде ну то сейчас линия резетно то и для тебя это не очень выгодно это значит что она стоит вот ровно на число пульса в его сторону но практически резетно то резет это когда грубо говоря все миньоны умирают и вот одинаково миньоны подходит там 66 на 6 миллионов стоят посредине линии и все и вот там рано или поздно в чью-то сторону в чью-то сторону линия начну сло пушиться то есть не надо чесить вот в такой ситуации лучше всегда запушивай линию я тебе покажу момент когда тебе надо было отстать от мука если ты думаешь что ты его не убьешь если он может от тебя убежать сейчас он начнет запушивать вот тут вот тут тебе надо было уже две секунды назад от него отстать и вот идти к этому миньону и все и запушивать линию не надо учить нет смысла вообще никакого цвета ткен ткел даст даст меньше чем если ты запушишь линию и потом пойдешь и если если те какие-нибудь люди будут писать в чатике в тф почему ты не пошел чесить его можешь мутить сразу просто не правы это смотри чтобы было если ты не пошел бы его чесить он бы бэкнулся ты бы запушил эту линию ты бы запушил следующую линию даже если бы он не бэкнулся он бы стоял бы под вышкой ждал пока ты запушишь и у тебя есть пашки идут каждые 45 секунд грубо говоря и у тебя есть где-то наверное полторы минуты от полторы до двух минут пока он словит все пачки запушит еще следующую у тебя есть две минуты чтобы походить с командой помогать допустим вот сейчас вот сейчас допустим если бы ты не чесил бы его то ты бы допустил вот эту пачку которая на 20 0 5 на верхней линии и у них бы миньоны разбивались бы на двух линиях одновременно на верхней линии на нижней линии ой на средней линии им пришлось бы отправлять там допустим кого-то на верхней линии кого-то на среднюю линию и они бы уже теряли фарм то есть одновременно двух линиях а сейчас пока но на топ на топ ли ничего не происходит пока только ты фарм теряешь то есть и они а топе не париться не надо ловить пачку потому что ну там ничего не происходит а А если бы ты Малфита не чизил, то ты бы по карте дал бы огромное преимущество своей команде. Сложно. Это очень сложно. Это очень. То есть вот это вот, это моменты там я объяснял, допустим, топперу G2E Sports. Почему так чизить не надо. Это уже, скажем так, ну, чуть повыше уровень. Ну, для элитки. Ну, не могу сказать, что для элитки. Для крутых, ребят. Нет, мне пишут, что в чате тяжело воспринимать информацию. Ну, все, ребят, я согласен, но когда на ютубе он это все пересмотрит и поймет, со временем ему это поможет. Когда, скажем так, когда ты дойдешь до того уровня, когда у тебя это будет автоматом, ты такой, блин, вот, точно. Меня это мучили, сейчас я это на 100% понимаю, что и как. Ну, само собой, что-то новое сразу же не усваивается. Я тимфайдер разбирать не буду, потому что его не должно было происходить, если бы ты все правильно взял. Здесь репорт. Короче, знаешь, что я скажу? Мы вроде на самом деле уже 2 часа разбираем 20 минут игры. Мне, в принципе, ее стоит разобрать до конца, я согласен. Давайте мы ее разберем до конца, ребятки, я думаю. Давай, давай я скиптну вот все такие тяжелые моменты, и мы посмотрим то, на чем ты хотел, там где именно энд гейджи тимфайта. Давай мы посмотрим, вот мне саму это очень интересно, как ты будешь гейджи, потому что на маукай очень важно правильно танчить и правильно инициировать. Окей, ты идешь, подбираешь фауэрм. Начинается дуэль. Ну вот, у вас джинкса нафижная, поэтому вы можете 4-5 драться. Дыма намного потерял. Так. Смотри, когда это происходит. Во-первых, когда ты знаешь, что скоро будет тимфайт, не спам, а билками на танках, когда ты заходишь в тимфайт. Смотри, сколько ты тут маны тратишь. У тебя 600 маны осталось на тимфайт. Тимфайт, который планируется 4-5, потому что джейс на боте. Этого тимфайта вообще не должно быть. Потому что джейс на нижней линии, вы не знаете, где же рван. А вы только что видели их ботлайн, который запушил мид и сдвинулся к вам. Этого тимфайта не до... И ты тут начинаешь юзать обилки по танку, когда у тебя еще тимфайт впереди. И ты 200 маны, ты уже 200 маны из 600 потратил на Малфита. Когда тебе надо оставить заклинание и ману на таких персонажей, как Акалия и Мисс Фортуна. И ультимейт ты очень долго держал, конечно, тоже. Смотри, вот вроде только начинается разгар тимфайта, у тебя остается 160 маны. Ты можешь столько сделать там... Ку-В и все, у тебя больше маны не будет. Поэтому с маной поосторожнее. И все, больше маны нету. Ну, да, но блубав получил. Ну, этого тимфайта быть не должно было. Ой, ты еще джинксу убил? Блин, ты джинксу убил сейчас. Джинксу сама себя убила, она виновата. Да, джинксу сама убила. Татамэвка убила кушка и джинксу через себя. Забавно. Ошибка сразу была. Ну, ты с Мальфитом начал я там меняться. Да, ты даже не должен был туда идти. То, что Джейс был на боте, и их пятеро, у них численное преимущество. Ты должен был обойти со своей стороны карты, ты не должен идти на реку. У вас нету вижена, вы деретесь на их вижене, это неправильно. Вы точно не знаете, где кто у них находится. Ты не можешь идеально распланировать тимфайт. Джинксу очень сильно пробурсили. Тут надо было просто отойти или запушить линию отойти. Потому что Джейс на боте, если есть такое золотое правило, если вы выигрываете на одной части карты, то в другой части карты надо играть дефенсивно. То есть, как надо играть? Дефенсивно, в защиту. То есть, Джейс, Джейс у вас пушит вышку, он получает фрифарм. То есть, вы уже выигрываете нижнюю часть карты. Все, что вам надо делать, надо отойти. И тебе не надо было там форсить как-то жестко, ты зашел тоже слишком глубоко. Ну и с маной. Ну да, я понял. Ребятки, я вам так скажу. По мне, это пока что самый лучший урок, который у нас был. И особенно топперы даже на платине, на даймонде выучат с этого урока больше, чем за 20 салаку. Поэтому этот урок, особенно для топперов, будет просто необходим к просмотру. Особенно ребятам уровня повыше платина и даймонд. ТП есть. Так. Дракон, надо драться за дракона. Они начали. Опять идем драться на их вижен. Хороший энгейш по Алексею. Молодец. Отлично танчишь, зонишь. Хороший сифай был. Давай посмотрим замедленным. Дракон, неправильно сыграл. Акали в салу джинксу убил? Хм. Давай пересмотрим. Как это произошло? Почему джинкс умерла? Малфит цикаля, я его беру. А-а-а. Ясно. Ой, как-то все плохо. Джинкс ошибку грубую допустила. Ты цакрил на себя, получается, четверых. Нет, от тебя был хороший стимфайт. То есть, грубо говоря, в стимфайте и я все правильно сделал. Да, все, все правильно сделал. Просто у тебя самый нафиженный член команды, это джинкс умерла от саппорта, потому что стала вруто. Вот, но ты это предотвратить никак не мог. Я за этим, по-моему, там особо не следил. Давай постараемся найти ошибочку какую-нибудь. Ты должен стоять на нижней линии, потому что у тебя есть... Должен был тпшнуться. Сейчас пропустил момент для телепорта. Вот сейчас на бот, да? Нет. Сейчас увидишь. А, окей, смотрим. Да. Я думаю... Сейчас покажу момент. Как только... Как только Джарван... Вот у тебя должен быть план, вот как мы их тут видим. Как только Джарван прожимает вот сейчас комбу или Малфит нажимает ультимейт, ты должен сразу тпшся. Вот в тот момент, когда Джарван делает ЕКУ по нами, ты должен тпшиться в спину. Потому что сейчас... А, хоть у вас и Ноктюрн мертвый. Блин. Хороший вопрос. Я думаю... Я думаю, Солаку хоть Ноктюрн и затроллил. Я думаю, это все равно хорошо для вас симфайп, потому что Джарван, скорее всего, умрет. И если ты тпшся вот на этот вард, то ты отзонишь троих. Сейчас я не думаю, что тебя... Блин, там Акали такая офигенная. Я не уверен, что тебя ваншотнут. Я думаю, что ты сможешь выжить благодаря колоссу ультимейт. И подойти до своей команды. То есть, надо было тпшиться вот сюда, вот где там МФК с люксом. Да, да, да. И уже врываться в кого-то из них или идти к своим. Нет, идти к своим. Идти к своим. Да. И ты убиваешь или их фронтлайн, или не даешь их бэклайну пройти. Парам-пам-парам-пам. Все пингует обратно. Окей, тут летать не должен. Все верно. Параны остановили. Хорошо. Что за мания блубафа забирать? Джесси должен был блубафа дать. Не знаю. А по сбору вот пока сейчас нормальный? Да, все хорошо. Нет, с этимзацией все хорошо. Это стандартный билд. Знаешь только что, я думаю? Что на Маукай, на таких танках, как Маукай, если у тебя в команде есть гиперкерри, гиперкерри это чемпион, который очень хорошо скейлится, и обычно, когда он расфижен, то ты можешь даже саппорт и тимы покупать. Ты можешь купить шлем, который вешается там, допустим, на напарника, и он получает меньше урона, Клятва Рыцаря, что ли? Да, Клятва Рыцаря. И, допустим, тот же Соларис. Это весьма неплохие айтемы на Маукай третьим, четвертым слотом. Если ты видишь, что саппорт эти айтемы не собирают, то ты можешь взять. Прямок с уведением. Я просто задумался, если дуал с кем-то играть, если, например, Лесник, то там как раз... Да, если Кири Лесник, можно, на Дакири можно. На всяких мидлейнеров, у которых небольшой рэнш, и которые могут танчить, то всякие Райзи, Касси Айпеи на них тоже очень хорошо заходят. Так, а вот тут мне бы на кого лучше надо было повесить? На Джинксу. Если, смотри, если ты в ренже, если ты не играешь по вражескому бэклайну, а если ты дефаешь Джинксу, то по Джинксе. И я вот думаю, что у тебя тут даже лучше было бы со временем, так как Акали очень нафижна, у тебя, Винка, все, что тебе надо делать, тебе надо за Дефа Джинксу. Тебе не обязательно влетать по бэклайну, потому что Ноктюрн очень слабый, он 2.11, и я не уверен, что вы сможете убить бэклайн их. То есть бэклайн это МФ плюс... МФ Люкса. Я понял, плюс Люкса. И тебе надо, все, что я бы делал, как только Акали нажимает R, ну, прыжок на... Я понял, я понял. На Джинкс сразу рут. То есть у тебя тут задача... То есть больше не инициировать, а дефать. Да, больше дефать. Ты должен уже танчить урон для своей Джинксы и останавливать их керри от убийства. Вот и все. Так, как это произошло? Что-то я пропустил момент. МФ-ка просто подошла на рут. А, интересно. Ну, окей, МФ тут затроллила. Окей. Окей, табл келл, молодец. На барона, молодцы. Забирайте барона. Фри барон для вас взорван от мертвых. У них смайта нету. А, у вас дисконнект. А на люкса вернется в игру, нет? А, это у них дисконнект. Вот так, Джейс допускает грубую ошибку. Он не должен был сюда идти. И вы сейчас все, понятно, бежите спасать Джейса. Ладно, но все набивают. Хороший ультимейт от нами. Очень, очень хороший ультимейт от нами. Окей. И вы тут... Только не говорите, что вы идете по миду. Ой, беда, беда. Вы тут на топ должны были пойти. Вы идете на топ? А там, по-моему, я потом на топ пошел и пропикал... Нет, должны были сразу, должны были сразу пойти. Нет, я увидел то, что есть возможность на топ пойти и пошел на топ. А нами с Джейсом думал... Ой, с этим сноком думал, они имит нормально пропушат и там, ну, им пропикал. Ну, там за мной, по-моему, Ноктурн потом тоже побежал на топ. Я там, у меня с этого загорело. Я там, по-моему, в чатик написал, порваскал. Нет, тут вы должны были идти на топ, бафать эту пачку и забирать у них ингибитор. То есть вот это вот, грубо говоря, после того, как мы там всех убили, прям сразу же выезжать на топ. Конечно, конечно. Сразу просто бежать на топ, а в пачку вы ингибитор откроете, вы стороны откроете. Вот, подожди, после убийства Люксы или... Нет, мы сейчас... В лесу сейчас всех положили. У меня... У меня... Таких... Вот. Вот уже... Нет, не после убийства Люксы, до убийства Люксы. Как только в лесу положили, сразу бегите на топ. Даже знаешь, что ты должен сделать? Даже не... Ну, по-хорошему, не ты бежишь на топ. Они бегут на топ. Ты бэкаешься, ловишь пачку на мидду. И если надо, то ты можешь тпш на... Ой, на боте. И если надо, ты тпшш на все наверх. Короче... Ну, тут это уже командная игра, макро игра. Тут уже, блин, салакует не объяснить. Но ты зато знаешь, что вы должны были сделать. И вы заберете... Что вы заберете? Только сейчас вы идете на топ. И не успеваете. Забираете в сторону. Ой, да. Не успели. Если бы сделали все правильно, то забрали бы... На одну вышку больше. Забрали бы еще Т1 вышку на миду. И забрали бы ингибитор. Пожадничали. Окей. Умираем, убираем, убираем. Пожадничали, жадничали. Люксы, забирай своего драка. Она тут не важна. Смотрим на тебя. Так, сейчас они пожадничали. И ты, судя по всему, всех убьешь тут. А кто всех убьет? Джейс? А тут, по-моему, игра закончится. Нас убьют. Не-не. Ну, то есть, грубо говоря, что сейчас произошло, с моей стороны все было верно. Да, все нормально было. Ну, механически можете чуть-чуть в симфайте лучше играть. Там, кушками откидывать, сайдстепчики делать. Ну, механику я уже разбирать не буду сейчас. Сайдстепчики это... Сайдстеп это, ну, кликать, грубо говоря, влево-вправо, чтобы дожить с хилшота. А, понял. Ой, не, забей тут. Тут ты вообще не виноват. Конец игры. Ну, там Джейс, по-моему, что-то как-то... Нет, там, там, там ребята встали под фулл проказ люксы. А, ну да, я сейчас увидел, офигеть. Там ульта МФ, ульта люксы, тут просто вомба-комба. Хорошая вомба-комба была от них. Все. Смотри, я тебе покидаю ресурсов, которые... Сейчас... Соло... Сейчас я постараюсь это найти. Рейнингтон-Онли... Как у него это видео называлось? Wave Management. Вот, нашел видео. Так, вот, до всех в чат скину. Я тебе ВКонтакте скинул. Или ты мне ВКонтакте, да, кидал? Вот, это то, что ты просил. Про контроль линии. Парам-парам-парам-парам. Ща. Я тебе скинул ВКонтакте видео. И все. Вроде как. Урок закончен, как говорится. Я твой обжи добавлю, посмотрю, как...